Подвиг советских воинов, освобождавших Сталинград. Рядом бой за Брестскую крепость. А вот уже неспокойное утро в Евпатории. Сражение на Приморских улицах. Картины военной тематики писали севастопольские и крымские художники. Кроме батальной живописи на выставке есть и портреты тех, кто победу приближал. А вот и герои Великой Отечественной. Одна из них Шевкия Абебулаева. Санинструктор Шура, как называли ее, бойцы 25-й Чапаевской дивизии. Шевкия ушла из жизни в 2020 году, но сейчас словно вновь вернулась. Настолько реалистичен ее портрет. А на холсте художницы Дарьи Щукиной дети играют в песочнице. И, конечно, не видят и не догадываются, что скрыто под ногами. А земля помнит все и хранит отголоски войны, сколько бы лет ни прошло. Память вечная. Вот эта память, она в нашем культурном коде настолько, она в каждом нашем вдохе. И, кроме того, ее материальные свидетельства мы находим сейчас еще до сих пор на детских площадках, в котлованах строек, на улицах нашего города. Представлена и цифровая живопись. Так с помощью компьютерных технологий создавалась картина «Опять миндаль зацвел». Вместо красок и кисти Ксения Прохорова использовала графические редакторы и изобразила случаи из жизни. Дело в том, что недавно зацвел миндаль старый у меня около дома. Я живу около 35-й батареи. Я пошла его, конечно же, посмотреть, и когда я туда шла, вот были уже сумерки. И в сумерках я увидела силуэт под деревом. Среди вот этих розово-белых цветов он практически растворялся. И я пригляделась, и я поняла, что это военный. Он спускался с 35-й батареи. Организовать экспозицию в Театре имени Луначарского помогло региональное отделение Творческого союза художников России. Побывать на выставке посетители смогут в течение недели. Анастасия Синица, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.